Всем привет, друзья! Продолжаем проходить модификацию Чужой среди Чужих 3, ну и сейчас я вот иду к Васильичу, вроде как он что-то выяснил по поводу того ключа. Что там про ключ? Узнал что-нибудь? Я просил всех знакомых, кто мог что-либо знать об этом ключе. Бесполезно. Каждый из них говорит, что единственный, кто мог что-то знать, это Сидорович. Но он по местной легенде пропал без вести. Последний раз я его видел в конце лета 2021, когда он и еще несколько человек в противогазах эвакуировали нас на Агропром. Ну, ты, наверное, слышал об этом? Ну да, слышал. Так зачем ты позвал меня, если ничего не узнал? А затем, что в данной ситуации ты единственный, кто может помочь разгадать эту загадку. Точнее, твои друзья-архитекторы. Да-да, не удивляйся. Я знаю, что ты работал на них. Все те, кто был в группе Вульфа, знают об этом. Тебя ведь за это тогда с базы выгнали. Я прав? Прав. И что теперь? Сдашь меня? Я в чужие дела не лезу. В конце концов, вы остановили беспредел, который тут творили прошлые военные. А еще я в курсе, что ты вернулся в зону, потому что вас с Ольгой ищут. Только почему ты ее с собой не взял? Слишком серьезным людям вы дорогу перешли. Сторонники Арсеньева вас в покое не оставят. Олю они не найдут. По крайней мере, я успею вернуться домой до этого момента. Я вернулся сюда, потому что мне пообещали разобраться в этой ситуации взамен на кое-что. Архитекторы предложили тебе помощь? Да. И давай уже закроем эту тему. Давай сюда ключ. Я спрошу у них насчет него. И еще. Ты не в курсе, где можно найти проводника, знающего тропы в темную долину, которые не охраняют бандиты? Держи ключ. Насчет проводника не знаю, но могу поспрашивать. Пойди пока погуляй. Если что-то узнаю, то сообщу. Ладно, пойду пока отдохну. А то набегался уже сегодня. Ага. Хорошо. А еще, можно ли тебе тут продать вот некоторые стволы? А то, что не продается, отдать в подарок. Вот. А еще можно дроби взять. Пускай будет запас. На всякий случай. Ну, думаю, хватит. Такс. Значит, нужно отдохнуть, я так понимаю. Да. Пока Васильевич ищет мне проводника, я, пожалуй, немного отдохну. Вот тут вот. Ну вот. Вроде поспали. О, Горбеныч. Здорово. Горбеныч? Вот это ничего себе, кого я вижу. Бумер? Какими судьбами к нам? Да, и я рад тебя видеть. Какими судьбами? Да так, решил вернуться, подзаработать здесь. А Оля? А Оля дома. Ждет меня. Я здесь надолго не задержусь. Мне-то работу предложили. Я ее выполню и обратно домой. Вот такой план. Ты, кстати, не знаешь проводника, который может отвезти в долину по безопасным тропам? Тебе предложили работу в долине? Там же одни бандиты. Нет, мне дали наводку на жирный тайник, который находится в долине. Мне нужно потихоньку проскочить туда. Хм, проводника я не знаю, но знаю одного сталкера, который недавно был в долине. Может, он знает какие-нибудь тропы. Кстати, этот сталкер скоро придет сюда. Мы встретились с ним у фермы. Постой. А что это у тебя на шее? Это шрам от укола. Какого еще укола? Это так. Я не знаю, может, я где-то ударился или поцарапался. Нет, Никита, это явно не от удара. Я видел точно такой же шрам вчера у заразившегося сталкера. Значит, тебя тоже инфицировали. Твою... Этого мне еще не хватало. Так, я на ферму, а ты жди здесь сталкера. И спасибо, что предупредил. Рад был увидеться с тобой. Давай, выздоравливай. Ну что, неужели мы встретимся? Да что за херня тут творится? Неужели сейчас мы встретимся с этим лихачом? Так-с. Значит, встретиться со сталкером. Сейчас сюда придет сталкер, который, возможно, знает тайные тропы в темную долину. Ну-ка. И где он? Так, будем его встречать. Привет. Это ты мой проводник? Ты чего это? Лихач. О-па-па. На ловца и зверь бежит. Стой, где стоишь. Не дергайся. Лихач? Это же я, Бумер. Ты чего? Опусти ствол. Заткнись. Ох, черт. Я не... Ты помнишь мою группу? Конечно, помню. Я вам однажды помог выкарабкаться, между прочим. Что стряслось-то? А то, что из-за тебя они все мертвы. Мертвы, понимаешь, ублюдок? Мертвы. И все это потому, что тебе стало скучно, и ты решил поиграть в войнушку. И с кем же? С военными. Мы даже глазом моркнуть не успели, как вояки стали расстреливать сталкеров. Мы с парнями оборонялись как могли. У нас была одна надежда на эвакуацию. Нам пообещали, что с минуты на минуту за нами прилетит вертолет. И как раз в ожидании вертушки мы нарвались на большую группу военных. Они застрелили ребят. Меня сильно ранили, я потерял сознание. Очнулся уже на базе сталкеров в темной долине. Туда эвакуировали вторую группу выживших. Мне очень жаль, лихач. Тебе жаль? Жаль. Это все, что ты можешь мне сейчас сказать? Когда все закончилось, я ушел в бар и чуть не сдох там от ежедневной пьянки. На протяжении трех лет я пил, не просыхая, чтобы не чувствовать боль от потери. У меня не было и уже не будет никого роднее и ближе моей группы. Мне правда очень жаль. Я не мог знать, что так получится. Поверь, эта операция с военными была очень нужна и важна для зоны. Я тоже потерял много знакомых, друзей. Но благодаря этой операции здесь все успокоилось. Чего ты добьешься, если убьешь меня? В конце концов, твою группу убил не я, а военные. А теперь они мертвы. Мы отомстили за смерть твоих людей. Опусти пистолет. Знаешь, я не такой ублюдок, как ты. Я не смогу выстрелить в ребенка. В больного ребенка. Который наигрался в компьютерные игры и пришел в зону совершать подвиги. Проваливай отсюда. Мне 22 года. Какой ребенок? Быстро, проваливай отсюда, пока я не передумал. Князь. Бумер, есть важный разговор. Срочно подойди ко мне. Говорит, проваливай и сам свалил. А мы остаемся, похоже, да? Так, ладно. Давайте на АТП сгоняем. Итак, мы снова на АТП. Привет, брат. Ну и какой у нас может быть разговор? Или что, опять бандиты угрожают? Слушай, не изви. Я помочь хочу. Василич сказал, что ты проводника ищешь. Так вот, я связался со знакомым проводником. И сколько я тебе должен за это? Нисколько. Иди, он уже ждет тебя во дворе. Спасибо. Так. Ладно. Значит, вот какой-то сталкер. Привет, брат. Парцетамол. Привет. Это ты мой проводник? Здравствуй, бумер. Да, я нередко подрабатываю проводником. Мы знакомы? Ты вряд ли слышал обо мне. Однако о тебе я слышал очень много. Интересно. Может, к делу перейдем? Отведешь меня в темную долину по тропам, которые не охраняются бандитами? Хорошо, к делу так к делу. Дождемся темноты и пойдем. Идти в светлое время не вариант, бандитов много. Подождем, пока большая их часть лягут спать. Хорошо, а к тебе как обращаться? Зови меня парацетамол. Ну, в темной долине там тоже бандосы зуб точат на бумера. Не знаю, чем это все закончится. Ага, и мы, похоже, сразу перемещаемся. Ну-ка. Пришли. Далеко твой тайник? Иди забирай, я тебя здесь подожду. Не очень далеко. Я это... Я его заберу и сам быстро вернусь обратно. Можешь не ждать меня. Я запомнил дорогу. Хорошо, сам так сам. Сколько я тебе должен? Расслабься. Князь мне за тебя заплатил. Бывай. Ладно. Я в темной долине. Что дальше? Иди на ферму. Мы обосновались там. Мы? Кто мы? Так... Ну, сейчас посмотрим. Кто там? Перекусим, перекусим. И... Значит, Семенчук сказал, что он и кто-то еще будут ждать меня на местной ферме. Давайте посмотрим. Кто здесь? Ну-ка, ну-ка. Ну, я что-то так и предполагал, что сейчас что-то произойдет нехорошее. Как будто бы заманил его какой-то. Сидорович? Нет, блин, Григорович. Ты уж извиняй, не признал сразу. Да, не успел в зону прийти, а уже по башке получил. Как всегда. Ничего не меняется. А где Семенчук? На разведке. Скоро вернется. Знавал я одного сталкера, который тоже на каждом шагу по башке получал. Знаешь, что с ним стало в итоге? Его нашли повешенным на железнодорожном мосту, что на кордоне. Жаль парня. Он был чуть старше тебя возрастом. На что это ты намекаешь? Ни на что. Просто вспомнил. Слушай, Сидорович, я тут ключ один интересный недавно нашел. С каким-то знаком. Может, ты знаешь, от чего он? Ну-ка. Не может быть. Где ты нашел его? Снял с трупа обычного сталкера. Так, давай все по порядку. Это важно. Ну, торговец в деревне мне рассказал, что несколько дней назад на кордоне было какое-то ослепляющее сияние. Когда оно закончилось, сталкеры пошли осматривать место, откуда шел свет. Но они так и не вернулись. Вот Васильич сказал мне, чтобы я пошел осмотрел то место. Это место аномальная лужа. Я прав. Что еще ты там нашел? Да. А откуда ты узнал? Еще там был КПК со странной записью. Что-то там про свет, про зону. Я не запомню. Когда над зоной свет взойдет, и боль, и кровь, и смерть придет. Что это? Слушай, бумер, пока этот ключ у тебя, ты в большой опасности. В этом случае даже мы не можем гарантировать тебе безопасность. Отдай мне этот ключ. Ты даже не представляешь, что они могут с тобой сделать. Да кто они? Объясни мне. Тише. Кажется, Сергей Борисович идет. Времени мало. Пора начинать операцию. Так, ничего себе. Ну ты даешь, Сидор. Значит... Вот, похоже, пришел Семенчук. Приветствую. Здравствуйте, Сергей Борисович. Здорово, боец. Рад видеть тебя. Как добрался? Военные сразу пропустили? Да, все нормально. Меня и без пароля могли пропустить. Зря заморачивались лишний раз. Кстати, полковник просил передать вам привет. В любой ситуации всегда лучше перестраховаться. Наш уговор в силе? Иначе и быть не может. Ты ведь именно за этим здесь. Помогаешь нам, а мы помогаем тебе. Мне интересно, почему вы поставили именно такие условия? Куда делись все бойцы из вашей группировки, которые могли бы вместо меня зачистить базу бандитов и забрать ноутбук? Наша группировка в последнее время стала терять очень много хороших и опытных бойцов. Мы находимся на грани раскрытия. Такими темпами скоро от архитекторов ничего не останется. Недавно мы вообще потеряли пять бойцов за один день, когда сталкеры случайно обнаружили наше логово. Их убили? Нет. Когда их поймали, они были вынуждены самоликвидироваться. А через несколько дней я узнал, что у вас с Ольгой проблемы на большой земле. И решил предложить взаимовыгодные условия. К тому же в этом ноутбуке, что сейчас у бандитов, есть данные о нас и о всех тех, кто нам когда-либо помогал. В их числе есть и ты с Ольгой. Да, понятно. Забрать ноут и в моих интересах тоже. Можно еще вопрос, касаемо другой темы? Давай, только быстро. Вы знаете, что это за ключ? Так, что там? Так, нет, я не знаю, что это за ключ. Можешь отдать его мне, я пробью по базам и попробую что-нибудь узнать. А где ты его нашел? Хорошо, держите. Снял с трупа сталкера на кордоне. Я уже рассказал все Сидоровичу. Вы не знаете, что это за знак на нем? Это знак Гемини. Больше ничего не знаю. Ну, долго мы будем здесь про ключи беседовать? Дело не ждет. Бандиты могут в любой момент что-нибудь заподозрить. Нужно действовать, пока они смирно сидят на базе, ничего не подозревая. А если они готовы к тому, что мы придем? Это вряд ли. Я установил на их базе прослушку. Сидят спокойно, анекдоты травят, разговаривают. Сам послушай. На, братва. А у кого-нибудь семки есть? На, полузгай. Можешь поумнеешь. Ёхан и баба. Это чё опять мелкие со светофора? Все вопросы к пахану. С другими поставщиками он дел не имеет. Как я и говорил. Обычные бандитские терки. Честно говоря, кринж какой-то. Ну что, начинаем? Я вынужден выдать тебе этот комбинезон, оружие и немного медицины. Еще возьми артефакт на всякий случай. Ты готов? Севу, винторез дал, прицел, патроны, сердце, химеры. Так, а ты бандосов что ли стащил? Этот артефакт или как? Пять аптечек, пять бинтов. Готов. Значит так. Идешь на базу бандитов, зачищаешь, находишь ноутбук и сваливаешь. И помню, у нас нет задачи полностью зачистить долину от бандитов. Нашей целью является их главная база, потому что именно там находится ноутбук. Недалеко отсюда есть вышка. Оттуда я буду наблюдать за происходящим и докладывать тебе. После выполнения задачи идешь ко мне. Моя метка будет у тебя в КПК. Все понял? Начинаем. Поехали. Ну чёрт. Неужели спустя столько времени Ингрид снова в деле? А чёрт его знает. В любом случае мы будем готовы. Ну а сейчас постреляем. Пришло время немножко задолбаться. Так. Значит севу надеваем. Это можно выкинуть. Это сюда. Прицел сюда. Хорошо. Ух. Полэкрана он закрыл. Ну ладно. Давайте смотреть, где кто. Так, ладно. Сейчас будем их высматривать. Ну, сразу надо снять мужика, который на посту тут стоит. Если, конечно, он не пошёл спать. Ну-ка. Мужик, мужик. Ты здесь? Слушайте. Слушайте. Ага, вот стоит. Всё готов. Хорошо. Сохранимся. На вышке, похоже, кто-то есть, да? Так, так, так. Уже нас заметил. Ты, главное, не стреляй. Подумай сперва. Стоит ли пацанов будить? Ну что, где ты? Вот, ё-моё, подниматься, что ли, к нему? Эх, а был, был шант... Ну, я ж попросил не стрелять. Всё, готов. Ну, он, наверное, уже разбудил там половину базы. Ну, ладно. Разберёмся сейчас. Так. Слушайте, конечно, сложно тут ориентироваться. Ну, вроде... Ага, ещё один готов. Мне кажется, проще прицел... Этот фонарик включить. Или мы так себя слепить будем? А, бандоса слепили, он аж испугался. Так, ладно. Ну и где он там бегает? Ничего не видно. Ну, обыскивать, наверное, их смысла нет. Так, ну-ка, сейчас я поднимусь сюда, к этому торговцу. Заглянем в гости. А, его нет на месте. Пошёл спать, наверное. Ну, ладно. Тих-тих-тих. Тих-тих-тих-тих-тих. Ага. Хорошо. Вот здесь уже проснулись тоже, хлопцы. Так, где вы есть? Где вы есть? Ладно, давайте пока сюда сбегаем. Зачистим тут. Тих-тих-тих-тих. Спокойно. Опа. Под такую весёлую музычку. Сейчас посмотрим, кто тут спит. Что, никто? Ага. Тихо. Мне кажется, проще отсоединить этот прицел. И вот так вот с ними расправляться. Ух. Юх. Ну-ка. Готовы. Так, техника на месте нет. Или, возможно, я бы уже застрелил. Ещё один готов. Ну и топаем. Дальше. Вот здесь у нас... Да, выходит. Отдыхай. Ну и сейчас посмотрим, на месте ли главное. Так-так-так. Так-так-так-так. Здорово. Ага. Всё. Готов. Михей. Ну, а кто ещё где остался? Наступает момент, ради которого я и вернулся в зону. Осталось совсем немного. Да, где-то там кто-то трётся. Ладно, сейчас сходим разберёмся. Три человека должно ещё быть. Давай, пей энергетик и пошли. А что они там делают, интересно, в той части? Или здесь просто кто-то... А, тут, наверное, на вышке у нас метка, да. А потом ещё двоих нужно будет искать. Потом ещё двоих нужно будет искать. Ну, что ты тут, спишь? Отдыхай. Так. Ну и... Где ещё, ребята? Хорошо, что на них метки ставятся. Похоже, в районе стройки. Три человека где-то тут. Ну, покажитесь. Покажитесь, улыбнитесь. Наверху. Так, ну не видно. Ладно, надо подниматься, наверное. Сейчас я как поднимусь. Ага. Вот тебе и дамки. Давайте подорвём. И последний. Где ты тут? До свидания. Всё-всё-всё, уже иду. Ноутбук, по идее, должен быть в сейфе. Надо было, может быть, сразу проверить его. Ну ладно. Посмотрим сейчас. Так, значит, сюда. На эту лестницу. Сюда-сюда-сюда-сюда. И... Ага. А тут ничего. А где искать ноутбук? Найти на базе ноутбук. Теперь надо поскорее найти ноутбуки и сваливать отсюда. А куда его могли заныкать? Такс. Такс, такс, такс. Ну, пленника вообще держали внизу. Но туда, по-моему, нельзя пройти. Да. Здесь у нас закрыто. А где ещё тут? Какие места есть? Короче, ноутбук оказался вот тут вот, в ящике у техника. Вот он. Тот самый ноутбук архитекторов, который содержит довольно много информации по этой группировке. Нельзя, чтобы эта вещь попала в чужие руки. Отбиться от наёмников. О, ну как обычно. Так, ладно. Покажитесь, где вы. Опа. Отдыхаем. Крепкие ребята, слушайте. Ладно, ладно. Ух ты, ёх ты. Давайте, заходите. Заходите, подходите. Так. Ну, уже. Так, тут уже обходят. Уже здесь обходят. Обходят, обходят. Ну-ка. Ну. Ёп, расы ты. Какие крепкие хлопцы. Так, у меня там... Нет, гранат нет. Гранат нет. Ничего такого нет. Ой-ой-ой, я ещё и сюда. Странился. Ну, есть. Готов. Ещё четверо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо. Вот это было хорошо. Осталось двое. Всё. Последний. Так. Где ты? Где ты, последний? Ну-ка, покажись. Покажись, улыбнись. Так-с. Ребята, вы где? Ух ты, ёх ты. А-а-а. Мне показалось, он стреляет из-за... Двери. А он здесь. А он здесь. Ну, иди сюда. Ничего, сейчас. Сейчас разберёмся. Ну-ка. Всё. Готов. Отлично. Так. Значит, теперь идём сюда навстречу с Семенчуком. Неужели это всё? Иду говорить с Борисовичем, а потом сваливаю. Хоть к чёртовой бабушке, но сваливаю. Так. Тогда мы, наверное, вот здесь вот сможем выйти. Ага. Ещё пьём энергетик последний. Избавляемся тут от лишнего веса. Что выкинуть, не знаю. Вот гадюку можно сбросить. И всё. Так. А он ранен. Сергей Борисович, что с вами? А, да так, зацепили маленько наёмники. Ноутбук у тебя? У меня. Сейчас я вам аптечку достану. Не надо, я уже принял. Всё нормально. Погоди две минуты, сейчас оклемаюсь. Хорошо. Нет, Сергей Борисович. Да. Каратель. Не дёргайся. Отдай мне то, что нашёл на базе у бандитов, и разойдёмся мирно. Отвечаю. Ах ты ж мразь. Спокойно. Ещё одно неверное движение, и следующая пуля летит тебе в башку. А теперь медленно берёшь свой рюкзак, вытаскиваешь оттуда ноут, и отдаёшь мне. Всё понял? А хуху не хухо, а? А как насчёт меня, наёмник? У нас с тобой давние счёты, не так ли? Ничего себе. Во, сидор даёт. Отбегался, гадёныш. Ты очень вовремя. Тут Сергей Борисович. Я вижу. Не время унывать. Все там будем, рано или поздно. Ноутбук у тебя? У меня. На, забирай его быстрее. От него только неприятности. Ага, он самый. Спасибо за работу. Условия нашего договора будут выполнены. А сейчас возьми это. Что? Это ноутбук? Как видишь, это на случай, если тебя поймают и потребуют то, что ты нашёл у бандитов. Точь в точь такой же ноутбук, только абсолютно пустой. А теперь ты должен уходить. Как можно быстрее покидать зону. Возвращайся на кордон и пулей к полковнику. Но подожди, а как же информация про ключ, который я нашёл? Я обещал Васильевичу. Надо хотя бы ключ вернуть. Ты в своём уме вообще? Тебя в любую секунду могут раскрыть, и весь наш план пойдёт к коту под хвост. Забей ты уже на этот ключ, он у меня. Поверь мне, я смогу сделать так, чтобы он снова оказался у торговца. А теперь уходи. А как мне на кордон вернуться-то? Опять по тайной тропинке, по которой вёл меня проводник? Других выходов не знаю, в долине я впервые. Пошли, покажу дорогу. Идём. Так, а на входе на кордон нас тут лихач опять встречает. Э, далеко собрался? Опять ты? Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Чего тебе? А мне плевать, что ты любишь, а что нет. В долине что делал? Тайник свой забирал. Какие ещё вопросы? Слушай, парень, не беси меня. Отдавай мне ноут и иди на все четыре стороны. А зачем он тебе? За надом. Он нужен не мне, а бармену. Сюда давай. Да на-на, я мог бы и сам отнести. Но раз уж ты желаешь, то неси. Всё, проваливай. Угу. А Сидорович голова. Всё предусмотрел. Ну что, уходим? Стоять. Деревня новичков в другой стороне. Куда прёшь? Мне нужно к полковнику на разговор. Твой позывной? Бумер. А, так бы сразу и сказал. Проходи. Такс. Ну что? Здравия желаю, товарищ полковник. Вольно. Ну что ж, ты выполнил условия. Теперь наша очередь. Точнее, их очередь. Не моя. Я на это не подписывался. Удачной тебе дороги домой. Я ещё хотел кое-что спросить. Ну? Вы в курсе о вирусе, которым специально заражают сталкеров на кордоне? Да, я в курсе. Совместно с... Архитекторами мы постараемся найти виновных и решить эту проблему. Предложу тебе ещё раз. Может, останешься? Нам нужны такие бойцы, как ты. К тому же, я вижу по глазам, что у тебя есть интерес узнать о том, что здесь творится. Естественно, каждое дело будет хорошо оплачиваться. Извините, товарищ полковник, но я вынужден отказаться. У меня больше нет той жажды приключений, что было раньше, когда я пришёл сюда впервые. За эти годы я многое понял, осознал. Я бы и в этот раз ни за что сюда не вернулся, если бы не обстоятельства. Значит, нет. Я тебя понял. Не задерживаю. Прощай, бумер. Пока. Всё. Мы уходим из зоны. А, кстати говоря, артефакт сердцехимеры я забыл повесить на пояс. Ну и ладно. Мы и так справились. Всё. Это конец истории. Стоять, не двигаться. Нет. О, меня же пропустили. В смысле? Да ну не может быть. Да как так-то? Где хэппи-энд? Отбегался. Куда ему и дорога? Ну жесть. Исчез. Да, его же там телепортирует, этот компас. Наверное, и первый раз он тоже сказал «вали», а сам телепортировался. Ну... Теперь мы в расчёте. Теперь, да. Вот, как и договаривались. Новые документы для тебя и для Ольги. И деньги возьми. Это от полковника Скоринского. Благодарю. А теперь слушай меня. Ты должен забыть свою кликуху раз и навсегда. Никто, ни при каких обстоятельствах не должен знать, что Бумер жив. Иначе тебя снова будут ждать большие неприятности. Да я всё понимаю. По легенде, Бумер был застрелен при попытке к бегству. А я... А меня тут никогда и не было. А-а-а, вот как. Ничего себе. Сделал трилогию модификаций «Чужой среди чужих» из Бумер. Ну что ж, спасибо Бумеру за всех Бумеров. Спасибо за этот мод. Мне очень понравилось. Так что, если разработчик надумает делать что-то ещё, то будем ждать. Отдельно благодарность с сайту ОППРО за то, что я умею создавать хоть какие-то модификации. Хоть какие-то. Очень хороший получился мод, весёлый. Так что... Огромное спасибо. Ну и, как я понимаю, это финал трилогии про Бумера. Тут даже при загрузке, загрузочном меню, было написано, что «Чужой среди чужих» 4 не будет. На этом история завершена. Но, возможно, автор решит сделать, не знаю, либо новую модификацию, либо тут остались всё-таки вопросы с этим ключом, плюс с вирусом. Может быть, какой-то другой персонаж продолжит эту историю, не знаю. Но, может быть, на этом всё, и что-то потом будет совсем другое. В любом случае, ещё раз спасибо автору. Спасибо всем, кто смотрел это прохождение. Ну и всем удачи. И пока.